Молитесь и натихать. 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 Аминь. Молитесь и натихать. Аминь. 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 не тали меня гордые. Истоевают отчи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твою разорили. А я люблю заповеди Твои, более золота и золото чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровения слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповед Твоих жажду. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Того. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песню «Спасть», и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего при Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встал после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, видишь, Царство Твое Вечное, ибо Ты, мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твою милосердию, Ты дал мне работу и в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого враговского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, застой мне при свете Твоей истины, и с посвященным сердцем исполняй Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Содержитель Божий, сил бесплотных всякой плоти на высотах небесных живущих, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем, но трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общей судье придется славу воздать каждому по делам Его, то найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими. И восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные колоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную косоту лица Твоего. Бо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блестимую бедную душу в несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастно опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел, Божий, Хранитель, Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Просветая Владычица моя, Богородица, святыми твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного, раба твоего уныния, забвения, неразумия и нерадения, всескверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного мамы его. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавьми от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое причестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, Сергий, Ольга, Анатолий, Андрей, Катерина, Юрий, Надежда, Татьяна, Янис, ибо мы усердно к Вам пробегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой благословен, и ты между женами благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы и креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима. Моих братьев, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних и друзей всех православных христиан подай им Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою, дар им здравия, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей на них. Покой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей и родственников, и благодетелей всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствие Небесное. Святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородица, всегда блаженная и пренепорочная Матерь Бога Наша. Мы величаем Тебя, как истину, Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойно большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшей, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, Преподобной, Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Господи, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козних дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всех нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли твоему Пречистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших. Не спошли на них духа, премудрость и разума, благочестия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитесь всегда на тихий. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Слава тебе. И благострия, и благодетелей наших, желающих нам блага. Елену. А Людмилу. А Людмилу. А Людмила. А Людмила. Евгения, Наталья, Надежда, Юлия, Светлана. Всех помогающих нам в издании книг. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря, и найди все наше родство, Евдокею, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, благослови путешествующих, судьба, Виктор и Виталия, Господи, гонись злого духа, лживого от романа, не дай ему погибнуть у пьянства, благослови Виталия. Господи, я подарю духовное рождение, служение в истине Тебе. Аллилуйя. Посети болящего Господи. Дай сил все перенести с благодарением Тебе. И пошли в исцеление. Валерия. Илариона. Кирилла. Владимир. Надежда. Валентина. 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 Татьяна. Татьяна. Господи, благодарю Тебя за болезни и за здоровье, за врагов и за друзей, ибо все свое время по Твоему Боговолению может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш, и место себе защити, дабы чудно не могли приблизиться к Нему. Господи, сохрани наши сокровища в интернете, книги здесь и в пути, для пользы людей, трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия Викторовна, Сергея, Андрея Валентиновна, Иисуслава, Дмитрия, и всех помогающих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышне Богу на земле, мир в человеках благоволения, Аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за тот день, который дал мне веру в Тебя. Это дивный дар неба, и страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию. Я понял, толкование святых отцов на каноны церкви, на истину. Аллилуйя. Воздай веществами всем, кто трудился от моей души и возрастаниями у Тебя. Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Воздай милостивы всем, помогавшим нам в путешествиях. Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду. Воздай им добром, Господи. Аллилуйя. Господи, найди отступников Михаила, Николая, Александра, Юлию, не дай им погибнуть. И укрепи Максима. И через него усилие это слово обличение. Сохрани его от всякого зла. Умножь его таланты еще более. Аллилуйя. Этого Алексея найди. Обрати. Дабы не был он более обманут, как здесь. Спаси нас, Господи, и помилуй. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Твоему, Ангел Хранитель, данный мне от Бога. Сколько лет Ты хранил, защищая от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой добрый ангел, не покинешь смерть, и сейчас, когда душа будет размещаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, Христитель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности. Умея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и во всем экономным. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя. Укрепи, Господи народ свой. Дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мерщи, лекись и чудотворец. Образ кротости воздержания, добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Аллилуйя. Благослови, Господи, помогающий по музею Татьяну и Тамару. И благослови эту встречу и все устрои по воле Твоей. Украти злобу, ненависть, преследование от Максима. Не дай ему погибнуть. Ими ему милость Твою. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии. Илья, Ересей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон. Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи. Езра, Неемия, Мост, Наум. Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Иаиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия. Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк, Михей. Авраам, Исаак, Иаков. Да, исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми. Но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры. И сосудами, полными илея добрых дел. Соделанных Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы. Все небесные силы к престолу Божию предстоящие. И святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарят Господь нам жажду исследовать священное писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликабс, Мирский, Устин, Философ. Касмай, Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик. Клемент Римский, Клемент Анкирский, Антимник, Амидийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон. Сорок святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой. Дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру у старших родителей заложенного воспитания. Молите Бога о нас, святые отцы и Василия Великий, Григорий Богослов и Англатауст. Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий. Макарий. Египетский, Александрийский. Антоний, Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Чтобы у нас была жажда нести Слово Божие другим эту великую радость. И чтобы у нас была истинная, святая, чистая, неподдельная любовь к Святой Библии. дабы исполнять в точности написанное в ней. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И даруй духовное рождение свыше Патриархам, Папам, Епископам, Священникам и всей Пастве. Ибо без рождения свыше Счередуша не может Увидеть Бога. Аллилуйя! Сохрани нас, Господи, в Святой православной вере. А замысли ретиков разруши В ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фёкла, Первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония. Вера, Надежда, Любую, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитоя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискела и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, Задарует Господь послушание И молчание Женам и Девам, Целомудрие И стыдливость. И сохрани, Господи, От всяческих поруганий Нападений недобрых людей, Аллилуйя. Хвала Тебе, Господи, Счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими, Господи, Нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей. Господи, Соедини нашу молитву С молитвой всех святых, Молящихся Тебе на небе И на земле, Божий всемогущий. Услыши, смилуйся И прими и исполни Молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа Прошу, Прими нашу молитву О всех заповедавших Нам молиться о них. Спаси их И помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит Раб Твой. Раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначаля празднословия, Сребролюбия, Не дажми. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и люби, Даруй мне рабу Твоему, Ей, Господи, Царю, Даруй мне зрете Моя прегрешение, Еже не осуждать И брата моего, Якоб благословен И си во веки веков. Аминь. Далее двенадцать поклонов земных, Кто может сделать? Боже, Ощисти меня грешное. Господи, Слава Тебе. Будь милостив ко мне грешным. Ощисти, Омой и убили. Исправь и сохрани. Аллилуйя. Прости мои согрешения, Господи, Вольные и невольные, В уме и в помышлении, В одни и в ночи, Во все дни жизни моей. Ибо Ты благ. И человеку любишь. Благодарю Тебя И славлю Твое святое Дивное имя. Аллилуйя. Аминь. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, Уныния, Любоначалья, Прознословия, Серебролюбия, Не дожми. Дух же целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение любви, Даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зрете Моя прегрешение, И не осуждать Брата моего, Яко благословенец, Во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Так, сразу объявление даю. Угу. Володя у меня сегодня выезжает. Очень большое изменение будет. Значит, Сергей Павлович, Я думаю, так в Твое усмотрение. Тут сразу на три варианта. Первое. Я отхожу. Отхожу и больше тут не буду. То есть, молиться буду, Но не появляюсь. Второе. Второй вариант такой. На чтение псалтыри, Чем Володя тут полезен был, Кого-то поищешь. Третий вариант. За него я буду считать. Какой ты изберешь, Что ты будет. Первый вариант исключает все. Вот. Он уезжает, Володя, Ровно на два месяца. Раньше меня. Я уезжаю, как правило, На день рождения. 10 июня. Когда мне будет ровно 80 лет. Ну, пока готовим, Володя. Что-то машину, он едет на Ниве. Сюда, Игорь, барабаш. А она, меньше у нее там и багажник, и все. А ему надо с собой все забрать. Кошек. Сухарей тут насушили. Ну, и свой там инструмент и прочее. Войдет, нет. Дальше. Сергей Павлович, ты здесь? Да. Я прошу тебя, пожалуйста, Приехай маленько пораньше, Чтобы, не дай бог, нам не опоздать Краевой администрации. Я страшно этого не люблю. Не то, что там паника, Ну, просто никуда не годится. То застряли пробку, то еще. Мне нужно знать, да или нет. Если нет, значит, я выйду на час раньше, Пешком дойду. А если ехать, значит, все-таки пораньше. Для меня это очень важно все. Решают там они. Сегодня должны что-то сделать они. Ответ какой-то дать. А может быть, уже и документ готовый. А может, отказ. Так что, помолиться о Татьяне и Тамаре. По музею. Так. К Володе вопросы есть какие? Потому что из Потеряевки связь Не очень совсем. Я только вставать должен ночью. Почему? Там нормальная связь. Даст бог хорошая. Вот, видишь, сразу и подтверждение на лучшее пришло. Ну, у меня все время там что-то не так. И останавливалось. Приходилось срочно вызывать помощь. Ну, что там говорить. Там бывает раз телефон, Вся связь прерывается. А рядом на урывке там вообще не могут Не зазвониться, ничего. Она в низинке, как бы. А тут так. Зазвониться ничего не можем. Я лезу на Голубятня. Голубятня номер один. Она высокая. 9,60. Ну, 9 метров 60 сантиметров. На крышу. Еще не долезешь до туда, уже телефон работает. Ну, туда не будешь лазить. У Виктора Николаевича Савченко, интересно, Только в предбаннике работал. Вот оттуда он говорил, И, наконец, из предбанников Оказался в другой стране. Он в комнате сидит за столом, Не работает. Ну, вот так. Так, я к Володе еще раз говорю. Если какие-то что-то есть, наказы, Володя, подойди сюда, пожалуйста. Скажите ему сейчас здесь все. Кто недоволен, чем-то обижен. Вот он перед вами стоит. Что, испугались? Ничего нету. Ну, ладно. Значит, сейчас я-то... Не знаю, что, Сергей, изберешь. Ты открой к истинному православию, И там по порядку смотри, Какие темы тебе покажутся наиболее важными. Там именно по темам берется. Ты как руководитель, Сам уже избирай. И пока тут будет считать, Я буду рядом. Я тут начну сейчас кошек прибирать. На меня не смотрите. Вот к истину православия. К ней ее, и там откроется оглобление. Вот о покаянии. Очень хорошее. Оно небольшое, но важное. Дело в том, что... Ну, один говорил как-то... Я, говорит, писал, Говорит, книги никто не брал. До тех пор, пока я не стал Делать так, Чтобы внутри себя осознавал, Что лучше меня эту тему никто не осветит. Я это так и думаю о себе. Притом, никто меня еще не опроверг. Вот издать симфонию на неканонические книги Еще проще. Ты бери, да и составляй. Ну, составляй, возьми и составь. Не на все 11 книг, но хотя бы на одну, на Зерахова. И ты увидишь, что получится. Это даже не скажешь. Я когда занимался, у меня, кажется, 470 листов открыты. Каждое слово найти по алфавиту. Да в алфавите еще по буквам. Вот по буквам, по порядку. И вручную я на 5 книг сделал. Еду в Новосибирск. Ну, как там, скамейки такие деревянные. В электричке-то. Я разложу эти листы. Никто не садится. Я только успеваю туда-сюда бегаю через этот проход. И что составлять, составлять где-то. Это очень непросто. Вот симфонию на канонические книги. Я читал отчет Вернигородская. На канонические. Делали 20 человек 5 лет. Ну, это получается 1 человек 100 лет. Понимаете? Вот как они делали, что, я не знаю. Но у меня за год получилось самостоятельно, вручную. Сделал на 5 книг. На 5 книг. Не канонических. И отпечатал все это на машинке. Переплел и сделал в виде книги. В течение одного года. Так что, когда говоришь, никто в это не верит. Это невозможно. Это немыслимо. Ну, а Бог? Когда Ефиму Григорию этого... Григорию Ефимовичу Распутину говорили. Он в город решил там поехать. Ему говорят, там ты только разбратишься. Он поднял палец. А Бог? А Бог? Вот так я всегда говорю. И поэтому, изучив все симфонии не канонические, я сделал вывод. Сделаны крайне непрофессионально. То есть им это все равно было. И по сегодняшний день, я считаю, наша симфония, наш выпуск самое лучшее в мире от создания мира. И лучшее этого нельзя сделать. Вот что самое главное. Можно только шрифт увеличить размером и книгу сделать больше по размеру и толще будет, и дороже. Вот это... А больше ничего нельзя сделать. Самое лучшее, что было в Вернигородском издании симфонии на канонические, я это взял. Конечно, помог мне во всем этом на Панаил Судников. А потом здесь Саша был, Галина нашей, загулявая муж. Он в другой где-то там ходит юрисдикции, греческой, старостильной-то. Он помогал. И уже все это в компьютерной версии сделано. И сколько раз срывалось, и по-новым насчитаем. Опять, только конец, опять сорвется, все перемешало. И все-таки сделали. Обычно бывает один-два корректора. Проверяют, ошибки ищут. Здесь у меня 18 корректоров было. Ну, непрофессиональные, свои там дела. И бросили все и сказали, не будем делать, не получается. И мне снова пришлось корректуру на неканонические книги делать самому. Вот мне вспоминаются слова Виктории Гюго, когда он решил написать там про битву в от Орло, это все в отверженных. Он взял бутылку, чернил, где-то заперся в комнате, где не топил. И на уровень столик возвел, ну, и писал, пока чернила не исписал. И он только одно после написания этого сказал, я удивляюсь, как паралик не хватил мою правую руку. Вот у меня точно так же было. Я сделал, это одна комната была, я закрылся, никого не пускаю, и занялся конспектированием. И она златоуста вручную, когда ни машинки, ничего не было. Это вообразить нельзя. Холод такой, спать уже неохота. Я сделал так, стул, а на стул, второй стул боком, а на него уже большая доска лежит. И тут я занимался. Это было в городе Искитиме. Вот одна фраза, как паралик не хватил мою правую руку, а она в меня вписалась. Вот говорят, нельзя сделать, я просто делюсь опытом, скажут, хвалишься. Хвалюсь. Написано, хвалящийся, хвались по велительным наклонению, Господом. А то Господь мог только сделать такое. Тут ничего такого нет. Я решил возобновить у себя все по новой. И начал полностью пролопатил Пушкина, Некрасова, Некрасова, Лермонтова, Блока, Расула Гамзатова. И все стихотворения, полюбившиеся, выписал. И самое удивительное, заучил наизусть. Я мог, я сейчас мог бы ошибиться, но около шести часов непрерывно рассказывать стихи. Это Бог сделал так. Как будто поднял, вложил туда все. Это чудо Божье. Тогда приходилось ездить, мы с топоездом работаем, и в поезде, когда ездишь, начинаешь говорить, пройти абсолютно невозможно было в коридоре. Забито все, рядом два купе, ну, общий вагон. И на верхних полках, и везде. Только в нашем купе 11 человек. Ну, не купе назовем, место, где находится. Вот. Почему? Потому что рассказываешь местописание, да с тобой еще магнитофон, пропаде Яла Пести, да стихи. Ну, это очень люди любили. Вот так, что начинайте работать. Никогда не говори, а ничего не сделаешь. У меня на это один ответ, да ничего не делали еще. 21 тысяча селения разрушены, и православная деревня только одна пока. И та еще никак не разовьется. При первом несчастье, тут наплыв может быть. но полностью соблюдается устав. Все как есть. Так же молятся, не работают, какие дни, занятия идут и прочее. Прием. Начинать надо делать. А делать как делать? В первом счастье сказать, я ничего не могу и не знаю. А самому учиться. Учиться. Понять, что у лидера должно быть шесть качеств. Я уже неоднократно говорил, еще повторю. Лидер в семье, лидер на работе, лидер в общине церковной, лидер в государстве. Шесть качеств. Кто не знает, их запишите. Тут, наверное, новенькие есть. Шесть качеств. А откуда вы знаете? Ну, считаю. Это во время войны американские исследователи были. Как вот во время... Раз снайпер убил полковника. Его место подполковник должен занять. А не подполковник занял, а лейтенант. А между ними майор да капитан, да старший лейтенант. А тогда уже лейтенант. Сколько ступеней-то? Почему именно он? И бывает так, что вот в окопе сейчас в атаку поведет такой-то атакой. А повел тот, о ком совсем не думали. Почему? И тогда они выявили первое качество лидера, которого не было у тех, которые не встали по чину. первое, воображение. Вот запишите. Воображение должно быть развито максимально. Ну, а как узнать? Ну, к примеру, ты решил переезжать на новое место не куда-то, а в покинутую деревню. Ну, возьмем такой, ну, не то, что уж экстремальный, но и неординарный случай. Ты должен сразу воображать, как ты уезжать будешь, на чем картину дальше. Дальше землю эту кто тебе даст? Ее надо зарегистрировать. Это в краевой, какой край, область, там, чтобы дали. Далее провести эту регистрацию через отдел областной или краевой юстиции, чтобы землемеры отмерили землю. Дальше. Как ты будешь переезжать на чем? Где будешь жить? Где материал доставать? Поедет ли с тобой жена не один? Друзья помогут или нет? Ты воображение, пока сиди дома тихо, в тепленьком месте, и все это прикинь на бумаге, на черти. Потянешь или нет? Воображение. Но ты решил. А вот теперь остальные качества. Второе знание. Как строить, как печь делать, как подвалы копать. Если там вода, на какой глубине? Ты должен это знать. Как завести туда кольца бетонные по метру высоты? Ну, допустим, или ты из дерева будешь сруб делать. Из какого дерева? Знание. Но это все еще ты сидишь на месте. Знание. Учиться, 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 один человек говорил. Знание у тебя есть, воображение у тебя развитое. Знание изучил. Третье качество. Умение претворить в жизни эти знания. Как переезжать, умеешь ездить на машине, будет ли грузовая машина, как ты будешь дорогу прокладывать, а ты как у нас по Терябке, дороги за свой счет. Уже, говорится, не один миллион вбахали туда. Скотина, скотину продают. Сколько человек будет, кто тебя послушает, как дашь публикацию себе объявления. Ну, это ты должен знать. Теперь, как это сделать? Теперь наступило время пахать. Мы начали с лопаты, у нас ничего нету. Дальше, на другой день, батюшка купил корову, малина. Привез. На корове это будем возить. Какие деревья, никаких рядом осина есть. Выбираем, чтобы не очень было заметно, пилим. Нам столбы, нужны балки, и корова волоком тащит. Заостряем это бревно, шкурим его, сушим. Это в Потерябке так и начинали. Значит, воображение, знание, умение. Мы начали. Ну, вот непогода, а вот уровень водоподнялся, в погребе уже вода. Значит, что нужно? Решимость. Я начала не отойду. Я начал, я должен сделать. Семья сорвалась. Как школа, где дети будут учиться. Я все уже должен обдумать здесь. Решимость. Когда Серафима Саровского спросили, ты сумел как-то, вот почему мы не можем? Он говорит, решимости не хватает. Вот с горбиной какой-то старикашкой, и он все это знал. К слову сказать, Серафим выразил одну мысль, смысл жизни, что даже у святых не найдешь его. Стяжание Духа Святого, приобретение, то есть жизнь в Духе Святом. Все в этом. Все. Все твои знания, все воображения, соображения, все абсолютно в этом. Два пункта в жизни человека. Родиться свыше и ходить под водительством Духа Святого. Все. Это знание Библии здесь, отношения в семье, все в этом находится. Я попутно. Решимость. Решимость должна быть такая, как описано, говорит, ты еще битву не начал, а уже враг выбрасывает белый флаг. У нас сильно много было противников. Да был дозерами раздавим, а эти земли-то отдали другим, у них тут покосы, они тут огороды ставят, и мы все это опять назад возвращаем по Теряевке. Лютовали просто. Я поставил мордушку, сделал рыбу хоть половить, пришел проверять, там сидит один мою мордушку, уже проверил. Я подошел, Николай, что ж ты делаешь-то? А он даже через племянницу двоюродную, как бы муж ее, а ты наловишь другой, а у нас там рыбы дома нет. Ну и все. Мы накосили, косой косишь, сеном, сметали, а у него земля, здесь ему дали. Он приехал, забрал все, погрузил ему, корову кормить зимой нечем. Мы пошли тогда, где попало искать. Решимость должна быть. И молитва. Этот Николай поехал у себя там, все везде ворует. Деревья пилит, тут по-теряевски. Сел покурить на пенек, а дерево, которое пилили, в это время рухнуло, прямо на него и задавило насмерть. Вот так, как по-славянски было, не за май. Картина такая, кажется, у Репина или у Сурикова. Не трожь, там партизаны стоят во время Наполеоновской войны. Вот, решимость. Я должен закончить. Морозы, скотина там пала у тебя. Я первым делом по теряевке стали строить баню, на бане голубей достать. Везде объявил, кто даст. Голуби, дикари. Дикари белые, чтоб только были. А уж породистые, это потом. Голубять не будут потом. Батюшка там, овечек, а я голубей. Вот такая штука. Значит, это у нас получилось четвертое качество. Пятое качество. Христиане начинают протестовать. Ну, как это так? Называется беспощадность. Ой, это вам подходит на меня, беспощадность. Вы меня не знаете просто. Я попутно хочу сказать. Вот, когда внешне судят, говорят, в посланиях он силен, говорит Павел, а в личном присутствии слаб. Апостол Павел о себе пишет. У меня получилось так же. Когда нам назначили епископа... Браво Иисусу Христу! Володя сегодня уезжает. Остаюсь один. Ты завтра перевези звонок мне на 4,40. Вот этот, вот этот, звони. Пожалуйста. Уже обеспечиваю себя, чтобы звонило хотя бы три человека в 4,40. Мало ли еще, я в два часа отработаю и бывает прилягу. Я опять начинаю говорить это. Беспощадность. А какая беспощадность? Очень простая. Апостол Павел ходил с Варнавой, а с ними был Марк, племянник его. И он отстал, в дороге вернулся. Вернулся, а теперь, когда Павел приехал, все стал рассказывать, он-то в стороне Марка остался. И Марк теперь засобирался опять. То ли он к матери соскучился, неизвестна причина его. Евангелист Марк. А Павел сказал, не брать. Он один раз нас подвел. Носилки бросил на полпути, а я должен был один волоком тащить. Все больше, Марк, не проси даже, отойди от меня. Конечно, Марк огорчился. Но Варнава пожалел его. И говорит, ну я возьму его, Павел. Павел говорит, ты возьмешь, и тебя не возьму. Ну, тогда все. Опять же, благо, что два светильника в разных местах будут светить. А Павел избрал. Не просто так, а избрал. Видимо, говорил. И сила пошел с ним. Сила. Ну, нас Силантии там зовут. Вот. Беспощадность к разъельдяям, которые не держат слова. С ними порви окончательно. Они тебя бесконечно будут подводить. Если он обманул тебя раз, почему он не может обмануть второй и третий раз? Вот это слово вмещает беспощадность к недостаткам, которые умышленно человек делает. И вот эти пять качеств у нас есть в общине люди, которые этими обладают. Но шестого качества, я не скрываю, скажу, не имеют. И шестое качество труднее всего добывается. Его за деньги не купишь. И шестое качество называется привлекательность. Запишите. Привлекательность. А что у вас привлекательность? О, еще какая. Еще какая. Кто-то чем-то заинтересовался. Почему? Ну, разные говорят, там, беспощадная, там, строго, сурово. А которая не знает, да еще добавит одну букву, и оно все по-другому уже выглядит. А как? Вот так просто у нас в Алтайской правде, это губернская газета, огромная статья была, у злого человека голуби не водятся. Я за это усыпился. У злого человека два раза повторяется, у злых людей голуби не водятся, не живут. А потом отдельно, у злого человека голуби не водятся. Вот и определитель только один, другого нет. У злой или не злой, только голуби определяют. Почему? Пользы никакой. А много надо готовить. За ними ухаживают. Я вот выступляю, сейчас весь пол застилаю бумагами, материя специально, выпускаю на прогулку, потом загнать, накормить, почистить. Это каждый день. Бывает и не раз. А тут кошки мешают куда деть. У меня три голубятни, две в деревне, одна здесь, и маленькая голубятня здесь в комнате. Я к тому говорю, что определение злой, не злой человек, беспощадный. Вот. Определение голубя. Ну, теперь скажите, у кого голуби есть? Да вас надо, вы там такое-то психиатрию, дурдом. Э, ребята, вы торопитесь, я там был уже. Я был там, меня 26 лет исследовали. На учете стоял психиатрия. На, когда арестовали, специально, называется, судебная экспертиза. Провезли через Новокузнецк, в Кемерово. И я там был. Обычно там неделя, и все. Видно, как кошки лазят у меня тут. Готовить сейчас, отправлять. Пять кошек отправлю сразу в Потеряевку. Вот. Это все попутно. А попутно, это означает, есть что сказать. И там меня исследовали. Если вы зайдете на наш сайт, сайт называется «Восвете Библии», православный библейский сайт, там есть книга «Для Слова Божия нет уст» на первой странице. Ткни в него, и там оглавление. И там написано о психиатрии, какие мне дали характеристики. Неделю там пробудут домой, меня держат неделю, вторую, третью. А почему? Ждут из Москвы специально. Там главный институт сербского, институт дураков, как Никипелов сказал. Вот. И он меня допрашивал. Ну, а какой он нации, можете доказать, догадываться. Мазур Моисея Ааронович. Ну, наверное, цыган какой-то. Мазур Моисея Ааронович. И он меня испытал. Вот один из вопросов его. Вот я с вами сейчас разговариваю. А вы какие-то голоса слышите еще? Я говорю, очень хорошо слышу. А я хорошо слышал. А что? Я говорю, в коридоре там матеряться как? Да я не про это. Я говорю, а другое мне зачем знать? Ну, мне это не мешает молиться. Он дальше. А вот Варвара Великомущенца, вы знаете, кто такая? Я говорю, я насчитывал житие, конечно, знаю. А вот Зою Космодемьянскую, знаете? Я говорю, отлично. А какой подвиг выше? Где героизма больше? У Зои Космодемьянской или у Варвары Великомущенца? А мне никто раньше такой вопрос не задавал. Я не задумываюсь сразу. Да, конечно же, у Космодемьянской Зои Космодемьяна-то и Косма, и Демьян, два Космодемьянская. А почему? Я говорю, потому, что Варвара Великомущенца знала, что бы она ни терпела, отрезали ей груди. Они все будут на место в этот же день у ней. Она верит в это, она знает. А Зоя ничего этого не имела. Подстриженная под мальчика и сама поджигала дворы. Ее поймали-то не фашисты, а крестьяне выдали немцам. Она среди зимы людей обрекала на голодную смерть. У нее ужас во глазах и вся. Варвара, а Варвара нашла как надо. Ему все мои ответы понравились. И они признали меня, годным тому, чтобы меня судить. А врачи, как расположились, сестры, я долго у них был там, и они ко мне подходили, мы можем вам так написать, что вас судить не будут. А куда-то, ну, отошлют-то маленько там, ящики пивные готовят, это делают, и вас отпустят. Эй, это не надо. Мне нужно в суд выйти, я там еще буду говорить. Мне в суд надо выйти, а люди большие деньги платят, чтобы дали вот такую, и там один секретарь райкома ехал, ну, со своим шофером-то. И там бабка шла с внучкой по грибы. А они их изнасиловали, убили, сено закопали, подожгли, солому. И вот они теперь бьются, чтобы их не судили, конечно. У меня справка есть, что я нормальный, а вы непроверенные, вот которые на меня нападают, так вот, вас проверять надо. А у меня не в одном месте, а еще в военном госпитале и дали. Я проверенный со всех сторон, и 26 лет еще держали на прицеле. И все снято, как злоупотребление советской психиатрии. Так что у меня есть алиби, стопроцентное, что судить дурака можно. Ну, вот я к тому говорю, воображение, последнее, это привлекательность. Вот этого качества, сердце может быть суровый, все сделает как надо, а это нельзя создать, это есть или нет. Ну, а я буду стараться, трудиться, не знаю, пока еще у меня такого не было. Если у него это есть, то другое. И он ничего не может сделать. Привлекательность, это уметь уступать. Уметь и наступать, уметь и отступать. Песнопение раньше было такое. И, кроме того, этого человека нету там. Он уехал в командировку или куда-то, но он в центре событий. Что бы люди ни делали, которых он собрал, его общество, там полк, дивизия, каждый думает, а что бы он сказал. Вот я сижу в камере 112-й, СИЗО 17-й, дробь 1, город Банул, Канатная 81. Запомнилось мне, где она находится. И с нами сидит преподаватель второй группы космонавтов. Нашу камеру называли камерой академиков. Лозин Анатолий Максимович. Я про космонавтов, про Гагарина, про Туполева знал из первоисточника, все от него. И за паровоза, когда судят несколько человек, и кто-то главный у них, он считается за паровоза, его главного судить надо. Первые секретарии там были, это начальник, директор рыбокомбината Мамонтова нашего района, Север Владимир Митрофанович. У него там и Герман Титов, и там Себастьянов, и космонавты отдыхают, первые секретари. Главный рыбак Алтая. У него рефрижераторы шли с Дальнего Востока, с Балтики. Самая дешевая рыба, лучшего, высшего качества. И он со мной сидел. Я с ним сидел. И вот он, когда вернулся, я за него ходатайствовал. И он за это время, он из праха поднял рыбокомбинат, построил все. И главное, он поставил задачу, чтобы у всех рабочих была своя квартира. Он распахал землю потеряевскую. Там лошадей, табуны у него были попутно. Свинарники. Урожай собирает. Ну, в Америке ему бы цены не было, его посадили. Посадили там где-то что-то, я знаю, какую-то трассу, что-то не положили трубу. Он говорит, а где бы я брал, кормил людей? Да, было такое. Ну, было такое. И вот он, когда вернулся, и опять его, без него опять все остановилось, захрясто, разворовали. А люди-то есть. И теперь сразу пришли к нему. И он, говорит, пришел на заседание, говорит, это мне его жена Нина Ивановна, говорит, Сивер фамилия, Сивер, Мамонтова, прямо около озера живет. И он говорит, знаете, я в камере сидел с одним человеком, и меня называют. Он, говорит, из Потеряевки. Вот если бы был здесь, я бы сейчас его спросил, а вы ничего мне не ответите. А я бы спросил, Игнатий Тихонович, идти мне обратно директором или нет? Мы все замерли, а что он сказал бы, Игнатий-то Тихонович? Никто меня не знает и в глаза не видал. И он говорит, он бы мне сказал, Владимир Митропанович, производство надо поднимать. У вас талант огромный. А он курит и матерится. Курит непрерывно. И когда бывает какой-то конфликт, это Нина Ивановна его рассказывает, он опять соберет коллектив-то там, и опять говорит, вот я все думаю, был бы сейчас здесь Игнатий Тихонович, что бы он сказал? Как я должен поступить? То есть вот это, то качество шестое, привлекательность. Он меня, никак. Бывает так, в камере, когда кто-то начнет что-то там, ну, узнает не такое там это, и его начинает бить, и называется, на лыжи поставить. Он колотится тогда в дверь, чтобы открыли, перевели в другую камеру его. А тут сразу сообщает, такой-то называется там, беглец. Он выломился. Его там везде уже преследуют, его отдельно держать надо. Ну, а этот-то директор, он такой, вот. А я молюсь, а все время-то, в субботу, в воскресенье, он здесь, на суд идет, ему 14 лет запросят. Я молюсь, он лицом ко мне сюда, головой он к наружной стенке, к дверям-то, ну, а я стою, он меня видит. Ну, я кланяюсь, ой, он из себя выходит. Ну, сколько я видал, таких дураков больше не видел. Как лошадь. Все время головой машет, а лошадь во время, когда пауты, он, я все говорю, как есть. Головой отмахивается от паутов, от оводов, от слепней. Вот. Ну, и идут, когда на прогулку выводят, на верхний этаж, и там прогулка, часовая. А он один сидел в камере, а меня к нему подсадили. И охранник говорит, ну, что, Север, а жил теперь, тебе дали человека вдвоем. А жил. Хоть уходи из камеры, целыми днями молится. В жизни такого не видал, а он-то не молится. Ему это кажется, ой, ой, как. Я, наверное, попрошусь в другую камеру. В другую камеру, он, как вроде, я его буду считать, что он выломился. Он сколько времени там в ШИЗО провел. Ну, боевой мужик. Вот. Привлекательность. Тебя нету там, но ты все время в центре событий. Вот это качество, я не знаю, можно ли вымолить у Бога или нет. Это все-таки и воспитание, и детство твое, и все остальное будет. А вы еще себя считаете привлекательным? Ну, еще как. Это особая харизма. Это даже говорить не надо. У меня все, весь генералитет знакомый. Генералы все, отдел юстиции, прокуратура, край директора заводов, и все ждут. Один раз тут только начали вот это, где я сижу. Это два домика, суд выстудил я. Им нечем было рассчитываться. И два дома дали. Вот я в Барнауле сижу сейчас, на Ползунова. А тут надо было дежурить. И дежурил один парень. А парень такой простецкий, простецкий, хотя высшее образование. А тут пожарник пришел. Так это вы новые хозяева, а вы тут надо как-то что-то. Какие у вас? Он бы не заходил и даже не видал, что тут розетка. А этот такой парень-то узнал, что говорить надо только правду и не молчать. А молчать у него не сработало. Он говорит, да мы тут ночуем все. Ну, плитку включаем. Как включаете? Так у вас что, уже подведено электричество? Он говорит, ну да. А когда вы тут поселились? Он ничего не знает. Он говорит, да уже второй месяц. И он ему на весь месяц и эти розетки круглосуточно включил. И там сумма уже 700 рублей, кажется. Я когда пришел, говорю, да ты что парень делал-то? Иди плати. А он, а где я возьму? Да ты же меня под монастырь подвел. Ну, я тогда пошел в город Энерго, Алтай-Энерго. Ну, а там человек, маленько на глаз, что-то на один у него больной-то. Я досидел, очередь зашел к нему. У-у-у. Лапкин пришел ко мне. Да вы, я так давно хотел с вами, Ларионов, познакомиться, Ларионов. Я говорю, да у меня вот какое дело тут. Он сразу секретаря вызвал и дал ей эту бумажку и говорит, иди там, вычеркнем все, чтобы ничего там не было. Вот что значит. Он сразу вычеркнул. Вот это привлекательность. Так, давай, Сергей, покаяние, а то конца не будет. Шесть в качестве лидера. Добывайте их. Другой раз мне надо собираться, а то сегодня пораньше мне надо. Все, заканчиваем, да? Да. Ну, все, тогда до свидания. Я в девятом часу подъеду за вами. Так, пожалуйста, чтобы меня вовремя, я там стоял хотя бы минут пять у дверей. Смиренно наклонив голову. Ну, восемь заеду давайте. Да, спаси, Христос. Так, Сергей. Ты не ушел? Нет. Ну, так ты мне не сказал, какой вариант, а завтра мне. Иначе я выходить не буду. Или два варианта. Там кто-то считает, или я буду считать Псалтырь вместо Володи. Читайте вы вместо Володи, ну, или там будем меняться как-то, я не знаю. Ну, все понял, я принял. Я не против, но дело в том, чтобы я не напрашиваюсь. Еще один вариант есть. Давай. Даст Бог связь. Из Потеряевки. Да, если связь будет хорошая, тогда я буду читать. Ну, не знаю. В Потеряевке, вовремя. Ну, дай Бог, конечно. Это для нас вообще интересно было бы. Если кто-то из присутствующих желает считать Псалтырь, вы мне напишите, я дам. Да, вот это было бы. Ну, сами смотрите как. Я не напрашиваюсь. Но у меня Псалтырь крупная такая, я считаю, здесь в рулетке. Все, я отхожу. С Богом. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok